Проект «Дальневосточная ярмарка хоров. За веру и отечество» стал возможен благодаря поддержке грантового конкурса «Православная инициатива» и фонда «Соработничество». Цель Дальневосточной ярмарки хоров – объединение самодеятельных хоровых коллективов вокруг Русской Православной Церкви. Хоровая песня испоком веков объединяла и вдохновляла людей на труд и на ратный подвиг, и сегодня, как никогда, она может и призвано дать новую жизнь произведениям музыкальной культуры прошлого, незаслуженно забытым в лихое время. Практически всю территорию Дальневосточного федерального округа охватила ярмарка хоров. Отборочные туры проходили на Камчатке, в Хабаровском крае, Еврейской автономной области, в Находкинской епархии, Владевостоцкой и в епархии зачинателей этого движения Арсеньевской. Остальные регионы выразили свою искреннюю поддержку этому начинанию, но удаленность расстояния и себестоимость проезда не позволили принять участие в ярмарке хоров в Сахалину и Якутии, Чукотке, Магадану, Благовещенску и Курильским островам. Владыка Гури, епископ Арсеньевский и Дальнегорский, чаяними и молитвами которого совершалось это благое дело, сказал. Мы счастливые люди. У нас есть Матерь, Матерь Божия, наша общая покровительница, под покровом которой мы живем уже более тысячи лет. Наша Святая Русь была, наша Святая Русь возрождается. И праздник «За веру и Отечество» духовно-патриотической песни говорит о том, что у нас есть Отечество. Отечество земное, есть отцы в наших семьях, есть отцы в государстве, есть Отец Небесный, такая духовная ось. Мы боремся за чистоту русского языка. Вот песня как раз прославляет и словесное наше благодарение Богу и прославляет Отечество. Поэтому всех вас поздравляю, что в этот великий праздник и завершает наш этот праздник замечательный концерт по итогам конкурса. Несколько месяцев ввелась напряженная организационная работа. Из-за легких глубинок и забытых таежных деревень простые русские люди всем сердцем откликнулись на призыв к матери церкви. И как и в былые времена, соединились воедино. Мощь и сила русской песни звучала в районных клубах, затем в областных и краевых дворцах культуры. И наконец, в день единения России 4 ноября лучшие из лучших со всего Дальнего Востока собрались во Дворце культуры «Прогресс» в городе Арсеньеве. Более 60 коллективов приняли участие в отборочных этапах по всему Дальнему Востоку. В итоге 26 лучших коллективов приехали для участия в финальном мероприятии в Арсеньев. Хоровые коллективы войсковых частей, сельских клубов, общеобразовательных школ, музыкальных училищ, заводские и профессиональные хоровые коллективы. ПЕСНЯ 4 ноября, день празднования иконы Казанской Божьей Матери, был начат торжественной литургией в Кафедральном соборе города Арсеньева и крестным ходом с иконой Богородицы. Круглый стол церковь и власть с участием представителей духовенства, руководителей муниципальных образований, депутатов и патриотических организаций завершил мероприятие. Да, ярмарка хоров нужна, и светская власть нам обязательно поможет. Таково итоговое решение участников Круглого стола. И благодаря грантовому конкурсу православной инициативы и фонду сработничества, начинаются благие дела, начинаются и продолжаются. Арсеньевская епархия продолжает начатое дело и призывать всех неравнодушных поддержать починств тем, чтобы дальневосточная ярмарка хоров за веру и отечество стала всероссийской. А пока что на повестке дня подготовка к проведению мероприятия в 2016 году.